Всем привет! Ну что ж, сегодня я решила подвести итоги 2014 года в плане косметики, и сегодня я покажу вам обновленное хранение и организацию своей косметики. Она также находится в моем столе, который за мной, который вы видите всегда на заднем плане, но внутри стола много что поменялось, много косметики ушло, что-то новое пришло. Вы сможете посмотреть мое старое видео о хранении косметики и сравнить с новым, и вы поймете, что очень много чего изменилось. И также я сделаю небольшой обзор по поводу этого стола Мальм, потому что многие из вас меня по поводу него спрашивали, стоит его покупать, не стоит его покупать. Я думаю, что это мое самое время вам это рассказать и развеять все ваши вопросы. Ну что ж, как вы видите, вот это весь мой стол и все мое хранение косметики происходит здесь. У меня стол Мальм, вы меня очень-очень много раз спрашивали про него, поэтому хочу вам два слова по поводу этого стола сказать. По моим параметрам моей комнаты этот стол для меня идеально сюда подошел, потому что, как вы видите, он длинный и он относительно узкий. Он около 41 сантиметра, если не ошибаюсь, для меня, для моей комнаты это идеально. Но за это я им даю пятерку, но за то, как он сделан, он сделан из прессованных ощепок, наверное, или щепок, как это правильно говорится. Он сделан очень неустойчиво и его вот эта вот единственная шуфлядка не вытаскивается до конца. Поэтому за то, как он сделан, за его практичность, наверное, или за его состояние, я дала ему двойку, потому что перевозов, несколько перевозов, переездов, наверное, с квартиры на квартиру он не переживет. Поэтому мой вердикт ему такой, что если у вас, так же, как у меня, ограниченное место в комнате, и вы не можете сделать что-то наподобие, может быть, на заказ, потому что это дороже, то, да, идите и покупайте. Но если же у вас, где вы живете в стране, вам хочется такой стол, и у вас, например, можно сделать на заказ намного дешевле, то я вам советую сделать это на заказ из каких-то лучших материалов, как настоящее дерево, потому что этот стол, он мне прослужит, может быть, еще год-два, и он просто развалится. У меня уже его, в его единственной шуфлядке, его дно начало проваливаться, и поэтому ему пришлось поменять абсолютно все внутреннее охранение для того, чтобы оно у меня просто-напросто не провалилось, и у меня не так много там было напихано, если честно. Вы это можете посмотреть в предыдущем видео с апреля. Итак, мы начнем слева по праву моего стола. Итак, помните, если в прошлый раз у меня здесь такая сияла большая шкатулку, я ее убрала немножко в другую сторону, в этой шкатулке у меня были все кисти, которыми я не пользуюсь, то есть я пользуюсь, но они там хранятся для того, чтобы они не пылились лишний раз на столе. Я решила отсюда ее убрать рядом здесь, на стеллаж, в корзиночку, и здесь я оставила место пустое для того, чтобы здесь были какие-то элементы декора, потому что мне очень на этом столе не хватало чего-то такого для именно декора. На данный момент у меня, видите, просто стоят свечечки, иногда ваза с цветами, в общем, что-то такое декор и что-то такое красивое. Дальше у меня стоит такая ваза тоже с ИК, с крышечкой, в которой я храню ежедневную бежутерию, все свои колечки, с которыми я каждый день хожу, свой браслет Пандора, в общем, часики, все-все-все-все. Мне очень нравится, что эта штучка, она стеклянная и она с крышечкой для того, чтобы ничего не пылилось. Дальше у нас стоит такой поднос со всеми нашими духами, они делятся примерно пополам, вот эти пять духов это мои, все остальное это духи мужа, моего мужа духов больше, чем у меня, он очень любит духи. И я знаю, что вы сейчас скажете, что духи, на них не должны попадать прямые солнечные лучи, но к моему счастью или сожалению, моя комната, окно загрожает большой-большой куст, и никакие лучи досюда просто света не доходят. Вообще у нас квартира относительно темная, поэтому солнечные лучи сюда никаким-никаким образом не доходят. И, если честно, мне на самом деле очень удобно так хоронить, так я вижу конкретно все духи, что у нас есть, чем я пользуюсь, чем что заканчивается, что может быть нужно закупить заново, что нужно допользоваться. В общем, короче, это очень удобно. Дальше, продвигаясь по столу, у меня здесь около духов стоит вот такой вот органайзер с моими кистями. Я вам уже сто раз его показывала и про него рассказывала на своем канале. В нем три ячейки, раньше там стояли другие вещи, я решила его освободить полностью под кисти. А каким-то образом я немножко делю кисти, тут, например, кисти для тона, тут все пудры, пудры, румяна, бронзера, а там такие просто мелкие кисти для каждого дневного использования. Все остальные кисти для глаз и для всего такого, они также и хранятся в той шкатулке для того, чтобы лишний раз здесь не пылились. Здесь у меня стоит такой контейнер, где я храню свою каждодневную уходовую косметику, поскольку в ванной у меня нету места, поэтому моя уходовая каждодневная косметика, кроме умывалок, хранится всегда здесь на моем столике. Здесь, например, мой увлажняющий крем от Michael Todd, ночной серум. Вот эта штука очень хорошая от Elizabeth Arden, это такой крем, если у вас есть супер-супер-супер, просто вот какая-то сухая зона на лице, на руках, неважно где вы наносите этот крем, он просто за ночь сделает чудеса лично на моей коже. Здесь у меня вот масло от Clorance, которое я перелила, которое закончится, я перелила сюда касторовое масло, здесь масло Lotus, здесь масло Pie и масло не Pie, масло фирмы Pie, это масло шиповника, и здесь у меня MAC Fix Plus, дурная вещь, мне она не нравится. Здесь у меня стоит маленький контейнер, в котором я храню такую, как бы сказать, или каждодневную косметику, или косметику, которую я хочу закончить, или косметика, которая просто хранится конкретно здесь, и это единственное ее место, где она хранится. Итак, в первнем маленьком ящике у меня хранятся все вещи для, всякие разные вещи для лица, почти все здесь в единственном экземпляре, например, мой консилер Nars, туши Cloud, и в Сан-Луан, вот это вот моя, ну, мой гель для бровей, моя подводка, которую я пользуюсь, две туши единственные, вот это вот моя любимочка этого года, в общем, тут все в одном экземпляре у меня хранится. Рядом в верхней шифлятке у меня хранятся все такие каждодневные помадки, два чаби-стика в светлом цвете, баксом блеск, Dior Lip Glow, Dior Lip Maximizer, это тоже такие, знаете, помады на каждый день, когда я ухожу из дома, быстренько намазаться. Дальше в большом ящичке в верхнем у меня хранятся две компактные пудры от Chanel, которые я очень-очень люблю, вообще пудры и тональники от Chanel я очень уважаю, очень люблю. Мои три самые любимые каждодневные румяна, я про них вам сто раз уже рассказывала. Хайлайтер Becca замечательный и хайлайтер What's Up от Benefit тоже очень неплохой, достойный, в особенности миниатюрка, она за свою цену очень достойная. Здесь у меня хранятся абсолютно все тени, которые вообще есть в моем арсенале. Это мои самые или самые-самые-самые любимые чаби-стики от Clinique. Две палетки Urban Decay Basics Naked 1 и 2. Майласа, которую палетку я собирала сама от MAC. Два, как это называется, Color Tattoo. И вот самый хороший, который больше всего на мне держится, Too Faced Shadow Insurance база под эти. Итак, открывая ящик, я могу сразу сказать, что все контейнеры, вы сейчас увидите контейнеры, которые у меня присутствуют, они все стоят именно по бокам, посередине у меня больше нет контейнеров, потому что середина у меня обвалилась. И я ее починила и решила, что больше туда я не буду ставить никакие контейнеры, для того, чтобы она больше не обваливалась и служила мне дольше. Поэтому, видите, это большой минус этого стола. Итак, здесь у меня стоят два контейнера с магазина Bindcoins, интернет-магазины для помад. Они, по-моему, там 12 штук входят или 16. Сколько сюда входит? 12 штук в каждую. Здесь мои все помадки от MAC, здесь мои остальные все помадки. Две мои любимые помадки от Dior. Очень мне почему-то начали нравиться. Некоторые из Chanel, Bobby Brown хорошие помады, Clinique моя новинка и вот это вот, как это, Lip Tarot Obsessive Compulsive Cosmetics. И дальше у меня здесь лежит в таком пауче, его же пауче, мой этот самый Beauty Blender. Я им пользуюсь относительно редко. Дальше у меня есть вот такой вот контейнер, в котором тоже лежат помады. К сожалению, вот эти все помады, они не могут сюда залезть, они большие, видите, они просто-напросто не помещаются. Поэтому мне пришлось их каким-то образом обосновать здесь. Этот контейнер с Ikea, это просто вот такой сет из трех подносов. Вы сейчас дальше их тоже увидите. И здесь, они, кстати, классно у меня все вынимаются. Еще что хочу сказать по поводу этого стола, что если вы покупаете контейнеры, вы хотите, чтобы у вас все хранилось в контейнерах, обязательно покупайте контейнеры с низкими полями, потому что чем выше поля, тем вам неудобно будет вот туда вот лазить. Видите, зато мне удобно, потому что поля, как бы поля, ну, вы понимаете, что я имею в виду, да, вот эта вот часть, она тут относительно низкая. Значит, здесь у меня хранятся еще другие помадки, которые я поскладывала. Здесь мои все карандаши, тут буквально два карандаша для глаз. Вот этот карандаш, вот Пупа, он на мне самый стойкий для глаз, черный. Больше ни одного стойкого карандаша, который на мне держится, не нашла. Тут еще один карандаш от Rimmel у меня есть, который на мне стойкий. И Оля говорит, что на ней не стойкий. И также помады от, помады разные. Вот эта помада в сто раз лучше, нежели вот эта вот. Их очень часто сравнивают. Что там дальше, давайте посмотрим, дальше мы его вытащим. И вот, видите, я могу все спокойно вытащить. И дальше у меня есть просто разные штучки для этой самой точилкой, и щипчики, которыми я абсолютно никогда не пользуюсь. Вообще не знаю, зачем их купила, но лежат, вдруг понадобятся. Итак, переходя в самую середину своего стола, который у меня обвалился, я его починила. Если вы обратите внимание, вот здесь вот заканчивается один контейнер, и здесь сбоку начинается второй контейнер. Все это без контейнеров. Здесь я разложила все свои бронзеры, румяна и несколько хайлайтеров в сухом виде. Все контейнеры, которые были здесь, а здесь у меня были крышечки от Glossy Box, именно от самих коробочек, не коробочки, а сами крышечки, потому что у них тоже были низкие поля. Я убрала, потому что, наверное, из-за них у меня это дно провалилось, я не знаю. И здесь все свои румяшки, все-все разложила. Не знаю, я не буду уточняться и рассказывать, что у меня есть. Вы можете сами примерно увидеть. И вот это вот единственное, что новиночка, Hourglass. В общем, если вам что-то интересного спросите, ну, вы уже все мои румяны, по-моему, знаете. Я про них сто раз рассказывала, поэтому как-то... И правая часть стола у меня, опять же, идут те же контейнеры. Это сет из трех контейнеров из Икеи, то, что я вам сказала. Только вот видите, что мне в них не нравится этот, например, без распределителей, то есть без перегородок, этот уже другие перегородки. Как бы я хотела бы, чтобы эти контейнеры в Икеи продавались отдельно, и чтобы я выбирала те, что мне нужны. Потому что не всегда ты по этим перегородкам, что они уже сделали, можешь свою косметику каким-то образом устроить. Итак, здесь я упаковала, упаковала, раскладывала все свои тональные средства и пудры. Вот мои сейчас два тональника, которыми я пользуюсь. Это Chanel Vita Lumiere. Он с таким мокрым финишем. Очень мне нравится, как ни странно, на самой жирной коже. И вот такой вот сухой тональник от Clorance. Тоже мне нравится, но хочу попробовать другой клиник в такой же сухой форме. Одна девочка, когда я летела последний раз в Duty Free, купила таких четыре, потому что была крутая скидка, и сказала, что это очень-очень-очень хороший тональник, и посоветовала мне попробовать. В общем, это заканчивается, только куплю. Две мои пудры рассыпчатые, и сзади... Давайте их вытащим, я вам покажу. Конечно же, все это хорошо, легко вытаскиваете, да? То есть, ну, конечно, есть, и все, но вытаскиваете. Сзади у меня лежат салфетки для лица, которые oil control, то есть, убирают все, весь жир с лица. И вот это вот от Tarte такая белая пудра. Очень-очень хорошая. Говорят, что она без разных парабенов и всему тому подобное, но это я не знаю. Вот. И дальше здесь у меня, в этом контейнере, который из того же сета, у меня лежит вся моя уходовая косметика, которая в идеальном, в идеальном хранении и организации косметики не должна здесь быть, а должна быть в ванной. Но это будет только в новом доме, потому что на данный момент у меня негде это в ванной складывать. И сюда, в идеале, я хочу положить все эти кисти, которые у меня сейчас хранятся в шкатулке, чтобы они лежали в этой, в этом ящичке тоже. Как-то так. Значит, здесь у меня два крема для глаз. Дневной и ночной. Мои масла, масло лаванды и два масла чайного дерева от всяких неровностей. Мой любимый крем от Clorance. Ночной крем от Yuceran дебильный. А здесь у меня лежат две, две, как так говорится, две базы под макияж от Clorance. И вот эта, которую я сейчас пользуюсь от Be Aderma. Очень она мне нравится. И вот эта вот штука, которую я купила, потому что все на YouTube говорили, что ее нужно купить. Она замечательная для губ, и ничего лучше ее нету. Как-нибудь вам расскажу, но не особо она меня впечатлила, если честно. И там у меня еще одна лежит штучка против брысечков. В общем, как-то так я организовала все это место. Ну что, как-то так вот выглядит моя организация, мой стол. На данный момент я очень-очень довольна своей организацией. Мне все очень удобно, все как бы можно достать, все очень просто. Все можно вытащить, все можно переложить, все можно организовать по-другому. Поэтому я лично довольна, и мне лично это все в моей обстановке, в моей комнате. Как у меня все обустроено, мне это подходит. Конечно, это не идеально. Я вот, как вам сказала, всю ходовую косметику хочу переложить, когда перейдем в новый дом, чтобы все это было в ванной и не в столе. Еще хотела вам сказать одну вещь. Под столом, как видите, у меня стоит такой пуфик, на который, в принципе, я его выдвигаю. Он обыкновенный пуфик, он переносится. Он очень удобный, его можно перенести в любое место. Я его выдвигаю, на нем, в принципе, сижу, и мне как бы достаточно. У меня тогда как бы весь стол доходит до середины талии. Так что он очень удобен, и... В общем, он очень удобен, и по нашим параметрам квартиры он просто замечательно сюда вписал. Ну что ж, я надеюсь, вам было интересно новое мое хранение. Я надеюсь, я кому-то рассказала что-то новое и интересное. Если у вас есть какой-то вопрос, вы знаете, что делать, пишите в комментариях. Я обязательно-обязательно вам отвечу. И на сегодня все. Увидимся в следующий раз. Пока! Всем привет! Привет! Сегодня со мной на канале Оля, моя подруга, с которой я познакомилась на Инстаграме. Да, мы познакомились на Инстаграме. Да. Инстаграм? Мы через... Мы через... Мы через... יים Коррилов